От накрахмаленных воротничков, пышных бантов и ароматных цветов в воздухе витает какая-то особая торжественность. Много песен, стихов, теплых напутствий и, конечно, он, тот самый первый звонок, которого особенно ждали первоклашки. В этом году гимназии номер один исполняется ровно 60 лет. Она открылась в далеком 1962-м. Ее считают символом того времени, потому что именно в те годы открылись школы с углубленным изучением иностранных языков по всей стране. Сочинская гимназия номер один стала первой в Краснодарском крае. Она носит имя своего первого директора Риммы Алексеевны Филатовой. Кто это, в этих стенах знает каждый первоклассник. Благодаря ей сегодня гимназия славится своей историей и, конечно, учениками. В гимназии выпущена огромная плеяда знаменитых выпускников. Это и политики, и врачи, и дипломаты, потому что знание языков позволило им приобрести очень серьезные профессии. На сегодняшний день в гимназии обучаются 1400 человек. Мы выросли в своих масштабах. Но я очень надеюсь, что те ребята, которые сегодня заходят и вливаются в нашу семью, они также будут прославлять гимназию. И примеров достаточно. Так, в этом году гимназия номер один вновь вошла в рейтинг лучших образовательных площадок по числу поступивших выпускников. Кроме этого, учреждение входит в тройку лучших в городе Сочи. Глава города премировал первую гимназию миллионам рублей, чтобы она и дальше улучшала качество образования. Деньги планируют потратить на оборудование и обновление классов. Стоит отметить, что по поручению главы города Алексея Капайгородского в этом году в Сочи прошла социализация бюджета отрасли образования. Главой принят ряд мер, которые направлены на поддержку и педагогов, и одаренных детей. С 1 сентября будут получать выплаты за аренду жилья наши педагоги. Педагоги, которые выпустили детей из тубальников, будут получать гранты главы «Одаренные детки». И впервые тоже с 1 сентября мы приступим к реализации развития школьного инициативного бюджетирования. Каждая школа с 1 сентября приступит к реализации своих проектов, которые будут оценены уже к концу года. Победителями станут 15 лучших школ, которые получат от главы на реализацию своих проектов по миллиону рублей. Алина Тищенко, Лилия Стефанова, Дмитрий Петри. Время новостей.